М4А1 Револю Резе М4А1 Револю Резе М4А1 Револю Резе М4А1 Револю Резе М4А1 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 Резе премиумный танк 8 уровня который я купил черти черти когда в то время еще какие-то выдавались купоны какие-то скидки были мне тогда дали купон как я вспомню по моему 40 процентов или 30 процентов тогда еще какая-то скидка была и я в общем его взял за сущие копейки вот честно не помню это было действительно лет на на сука 7 наверное назад 6 тогда я себе чисто он тогда вышел только там месяц он два поимбовал там все его хвалили блогеры я такой думаю ну все-таки надо купить себе премиум танк ну и упал конечно же взор тогда на реву новый танк с отличнейшим пробитием представляете на то время 200 миллиметров пробития это считалось просто космическим для премиумного танка нет а сейчас прошло столько столько лет и двадцать четвертом году у него 234 пробития и это конечно же не может не рад давать успею не успею я не успел а было бы неплохо если был тешку забрал из-за этого потерял тайминги теперь не смогу нормально встать скорее всего кстати отметка упала довольно таки серьезно упала где-то наверное и 75 стану и попробую оттуда пострелять ну если сюда будет бланить будет как не в себя скорее всего я поймаю пару выстрелов смв-шка ну да ну да пошел я нахер где-то было зеленым где-то было но очень немного сложно что-то с ними сейчас сделать здесь не надо судово и сматывать удочки это не дело я говорю сейчас е-75 их затригерил и они будут сюда долбить как не в себя просто потерял 330 хп ничего в ответ не дал так будет выезжать да нет не будет он выезжать никуда ух ты ну я не успею свестись не успел ну пушка у него всегда была точная вот чего-чего у него не отнять так это точности его орудия ну как бы тогда было точное и сейчас остается точно таким же точным только теперь оно еще больше пробивает мы друг другу будем с борщом мешать так понимаю но пока стою этот танк такой кемперные он не не любит каких-то там таких врывов неосознанных каких-то таких поджимов он не терпит ну вроде как попал вроде как даже с уроном но зачесался блин а ведь может же выйти до отсюда во объект легко как-то нашу непонятно что делать лтшки мы вообще нет ни разу не выигрываем они делают такие прям а у них боль кафе к кстати линксу прям хочется по нему пострелять они как-то отъехали наши тяжи и теперь они никого не просматривают сейчас не дай бог я засвечиваюсь это от этого 274 и я улетаю сразу же в ангаре здесь-то вроде как я вроде как я здесь в себе хотел сказать но нет симов энта ну ладно хотя бы разменялся с ним причем неплохо в свою пользу разменялся а вот теперь уже выезжать без освета не получится да меня же не спасет это веточка или спасет но я с огнем играю прям с огнем играю борщ но как-то не пробил то это в это очень надо было выезжать давай нет прагетка целенькая прям или кошек а было бы красиво если бы его убрал борщ молоток все-таки под калиброс не попал или срикошетил просто там наверное он в то ли вдоль и секунду он тупо отъехал боли давай 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 сводимся сводимся именно 350 дуём неплохо подсветил кстати нормой нормой так а прагет еще кстати и убивает наших дышек как можно быстрее к точнее как могу еду за 377 но не успеваю само собой оно интересно прагетто прагетто уехала вот он борька стоит хотя фуловы вообще а может попробовать фугасом его разочек прокинуть тут вообще нету даже этой как ее интуиции какой старый экипаж я его даже там не менял ничего не делал просто поставил то что есть то что было точнее ну где вот мои 502 метра ребят 502 метра ну камон ну как так борька невидимый ну ты нафиг я раскачивал 502 метра обзор вопрос вот я тебя не пробил и ты меня не пробил а у нажил ну фугас как бы зашел ну как бы то же самое что и бб но зато смотрите на светил уже трешку все таки ладно обзорчик работает обзорчик работает урона правда нету но и обзор тоже как это на свет тоже хорошо заил тэшик поиграл ты наверху стоишь тэшка или внизу или внизу внизу так яга там практически убитая ну с тэшкой перестреливаться мне не с руки будет вообще никак не хватает ему мобильности прям слышно что не хватает так 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 уричарик это я сделал еще раз успею нет сушение уши все ну слушайте 5000 ладно 5000 ровно суммы неплохо неплохо хороший бой прям так долго долго собирались собирали информацию думал там мастера насыпят но нет кстати не хватило на мастера опыта 1180 там чуть-чуть не хватило кстати чуть-чуть прям буквально десяток опыта не хватило на мастера но все равно 95 чистыми вывез без резервов ну потому что еще раз говорю весь бой играл просто на подкалиберах go next так пограничник империи с десятками с десятками но хотя бы респ такой знаете более менее интересны такс не поеду я на тропу а поеду я на стену в объезд нету смысла все таки там супер конь какой нибудь е3 что-нибудь еще делать там абсолютно нечего попробую что-нибудь на стене ухты феникс мне ничего что ничего что выглядит стилек даже вон анимированные турбины такие ох огонь огонь должен быть кстати танк вообще прям лютым нагибатором если даже со 120 там сколько там сто двадцать два миллиметра и 120 миллиметров у 703 у того он гнет а это пушка говорят прям вообще огненная просто должен еще больше нагибать этот танк такс а что как-то ты десятый мне кажется по моему делать какую-то дичь вам не кажется он же хочет подняться сюда что ли пазу расстреливают да он едет там 704 прикрывает его опасно тут к 91 врывается неплохо ты мне прокидыш конечно уважаемый но за это умрешь скорее всего так как то вот делайте такую дичь господа на фениксе на тайпе вот как вы это позволили сюда им подняться вам никто не мешает просто за эти сюда и расстреливайте их 704 вас не простреливает ну как так просто заехали ребята и просто скинулись по нам ну это что нормально я думаю что нет ого прям сюда летят снаряды слышно стбшку расстреливают ну там к 91 засел серьезный аппарат ага они пушат они пушат а мы сделать ничего не можем потому что у нас центр отдан никого не вижу я так ст1 ты же надеюсь не поедешь на них к 91 переехал так хочется по нему выйти пострелять но скорее всего я умру 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 же да вообще не пробил сейчас получу по шапке так джисорик добей пожалуйста там ст1 не выживет вообще никак ни разу молодец значит надо ехать на базу там 55 к и сушка отправились уже поехали со мной эти что-то покажу мне надо туда было тебе ехать так ё-моё там ребята то прям едут на базу или он всех поубивал здесь на направлении и сушка давай ваншот борю ну вот как всегда а вот был бы я на боре она бы меня сваншотила он просто смотрите летит 55 убивает а она просто такая а чё правда что ли на меня боре едет да нет да ну как да не может быть и сушка как ты его не убила это интересно здорово ну с к 91 будет проблема это бой без урона ребят ну хотя бы полторашка всё убивай заслужил как говорится восьмёрок расстрелять на десятом уровне честное слово такое чувство что десяток вообще за меня не было а их друзья и не было Е4 700 урона АМХ 900 СТБ как и я дал будучи танком десятого уровня против восьмёрочек Джессор накидал и на этом закончился ну у них пятёрочка четвёрочка почти троечка троечка нормально нормально ну давайте уже заключительный Минск и опять же десятки что-то как-то на Реве кидает очень не очень с этими габаритами где здесь стоять неизвестно куда бы ни поехали везде нам гласто подобьют ну не знаю в объезд наверное в объезд на объезд поеду капец он Тайп 57 быстрее чем револьвер обалдеть а честно даже не смотрел какие там танки ещё пока вообще даже не пытался из четвёртой ты прям вообще гений я смотрю он просто такой поджался молодец и сейчас будет наших кошмарить ну и ладно а он вылетел ну всякое бывает конечно ну смотри на 400 урона 1200 по гусле неплохо неплохо как там было в фильме неплохо да ладно вот это я досмотрелся куда-то что пропустил 140 ну они же с ним справятся да или не должны да всё таки это же 140 как же опасно я делаю как же опасно как же опасно так хари здесь же я проеду не засвечусь да а вот интересно здесь я кого-нибудь увижу если так вот выйду да конечно держи карман шире у тебя же всего лишь 502 метра обзора ну вроде как этот бой и без меня пацаны закончат какие-то они все киберспортивные оба на грилёчка нашел ой господи иисусе это же фош а чего не будет по фошу стрелять вот 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 правильно правильно не зря подсветил и 400 урона ему подарил а еще смогу а еще наверное и не смогу здесь же тоже нету прострела да в этой вот или есть есть вроде как ну там совсем такой прям пиксель так ну гриль 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 попробовать сделать грязюку на грязюка блин слишком я быстро засветился еще чердак такой огромный нигде ж ты его не спрячешь ладно давай поеду просто может засвечу фоша ну как бы с вертухи конечно ревка не умеет попадать как говорится здоровьем рискнул подсветил фоша а ребята таки сказали но нет 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 ни сего обалдеть кого нашел ну будете пулякать то хорошо две семьсот смотрите уже второй бой по трешку насвечиваю все таки работает это обзор работает зря я на него погнал пош и там как ну конечно сюда смотришь ладно я попробую а конечно же альфа вот ну что с альфой а тысяча сто две семьсот две шестьсот получилось там видите гусля была наполовину наполовину за свет пятнадцать два счет кстати ну смотрите все равно вторая степень как ни крути опыта тоже немало насыпали хоть и урона ничего не сделал восемьдесят чистыми зафармил что я сегодня получается наиграл тысяча восемьсот но это конечно же урончик слабенький слабенький в основном я насвечивал за сегодня но надо еще полагать друзья я был два боя с десятками да и как бы все равно неплохо была бы двушка я бы сказал что это прямо замечательно но все таки тысяча семьсот тысяч ну ладно тысяча восемьсот это все таки не дотягивает до того чего я хочу в общем и целом мое сугубо личное такое скромное мнение о револьвере пошел ли ему на пользу этот ап несомненно ап очень очень хороший нуждался этот танчик в апе он его дождался и он неплохим таким сейчас будет танком все таки он имбой конечно же не станет спешить там его покупать где-то там искать я бы наверное не стал вам рекомендовать потому как все те же проблемы у него остались это огромные габариты размеры полное отсутствие брони очень плохая динамика скорость там вперед назад но сейчас хотя бы у него очень стало годным орудие но еще раз говорю эти три минуса которые я назвал они все таки танку очень сильно мешают и большинство игроков скорее всего в него не смогут прям очень сильно играть хорошо ну а зачем когда там есть да тот же самый гвардеец друзья как по мне он даже превосходит реву да у него не такое пробитие а прикиньте если бы гвардейцу дали пробитие как у ревы что было бы с танком я бы сказал что он стал бы наверное даже им бой но вот апнули реву гвардейцы не тронули и поэтому как бы я еще раз говорю все таки как бы наподобие гвардейцы наверное даже будет отыгрываться намного проще чем вот такие вот как вот рева все таки танчик далеко не под любую аудиторию ну ладно давайте сейчас посмотрим четвертый бой который тоже сыграл сегодня мастеровы все дела и с танчиком будем закругляться карта затерянный огород попал к девяткам далеко не самая прекрасная карта для этого танка в теории можно было поехать либо на юг либо на север но я предпочел поехать сразу в город агрессивно поиграть тем более это мой самый первый бой после того как его апнули думаю поиграю так а там дальше посмотрю уже дал по EBR неплохо уже окупается данная точка и кстати заметьте какой перерасчет отметки у меня произошел после того как я на нем несколько месяцев не играл сразу пять процентов забрали обалдеть не знаю почему но получилось так ну ладно это не суть всегда можно вернуть если захочу засвечивается лорка которая летит на гору и я по ней даю и понимаю что она уже себя отдала ей деваться некуда только лишь кто успеет ее как говорится забрать я успеваю первым добираю лорочку вот уже фражек и есть EBR катается и тут хочу выйти по нему думаю постреляю тем более это можно делать не боясь что вас там постреляют с горы потому как эти ребята поджались а те кто стоят за этим EBR они нас не простреливают потому что эти домики им мешают но я понял что здесь ни по кому не постреляем разворачивать и поеду глубже в город тут кстати поймал какую-то непонятную лампу каким образом сейчас EBR засветил не знаю но получилось как получилось и смотрите ситуация если бы я на секунду буквально там может быть на полторы секунды раньше развернулся и поехал в город сейчас дал бы по E75 в борт но сориентировался не так быстро и получилось что он уехал без получения от меня урона но зато замечаю что фаза совсем обнаглел он выезжает не боится никого и конечно поплатился это своей смертью отправили его в ангар по сути тут как бы уже как-то можно продохнуть в этом городе тем более подъезжает ко мне 34-ка и уже мы вдвоем можем хоть как-то дать отпор если на нас поедут он очень хорошо встал зацелил вот этот уголок из которого там могут выехать противники там E75 там E75 вот как раз таки он по нему дает 34-ка и я хотел бы ему дать но боюсь ну артовод молодец прям похвалил артовода бывает такое поставил его на гуслю и я спокойно выезжаю свожусь ему в нижний лист и пробиваю его тут альфа очень плохая выпала у 34-ки он его не забирает но я заметил что там E75 и выезжать нельзя но E75 я посмотрел отстрелялся ага я понял что это он тем более 34-ка забирает E75 и можно проехать тут стоит Хори 2 я тут в принципе сыграл с огнем можно было отхватить от нее на 400 как минимум но благо он по мне не стрельнул я тоже ничего не сделал и такой думаю нет с ним стоять нету смысла поеду ближе захватываю может что-нибудь и сделаю и действительно мой обзор который я раскачал мне пригодился только сейчас в этом бою высветил пантерку там и сушку и сушку сразу сняли я по пантерке стрельнул один стрельнул тут сейчас вот второй он по мне только один дал ну и все вроде как пвп меня устраивает я ему дал на 700 он мне на 200 там 40 неважно ну как говорится можно еще ладно в размен пошел но я с него косарь даже косарь 100 снял на еще тем более его забрали вот у меня уже тысяча засвета и нормально тут кстати сделал ошибку ну тут тут уже как бы и не ошибка счет 9-2 надо было просто ехать хотел просто проехать и дать урон но не получилось стрельнул в каток хотя ну вроде как должно было лететь в нижний лист ну благо 34 забирает ее пока там она стоит на катке и остается забрать только е-75 на него ехать нельзя потому как хпшек уже недостаточно чтобы его танкануть подождал пока он стрельнет там союзника и тут я выезжаю просто свожусь е-75 в нижний лист и пробиваю а раньше когда он был не апнут и такого сделать просто было невозможно только на кумулятиве и то не всегда ну и по сути господа бой подходит к концу вот сейчас последнюю тычку даю по этому китайцу и все казалось бы ничего особенного не сделал там 3 300 урона 1100 на света но этого уже хватает чтобы взять мастера хотя у меня в этой сессии были намного лучше бои и там не давали за это дали ну может потому что он самый первый бой не знаю если понравилось жмите лайк на канал подписывайтесь и пишите обязательно комментарии добра и позитива всем покидава и там и там и там и там и там